Вымерший однажды вид птиц восстал из мертвых. Один из видов наземных птиц, кювьеров-пастушок, вымер больше сотни тысяч лет назад. Но спустя тысячи лет он воскрес. Это произошло благодаря явлению итеративной эволюции. Статья об открытии опубликована в The Logical Journal of the Living Society. Итеративная эволюция – это частный случай параллельной эволюции, который заключается в развитии одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время. Такое явление встречается крайне редко, поэтому ученых и удивил случай возрождения вымершей 136 тысяч лет назад птицы. Это первый случай, когда итеративная эволюция была замечена для этого рода, и один из самых значительных примеров в истории птиц. Как и некоторые другие нелетающие птицы, Моэ Дадо, кювьеров-пастушок, Дриалина Скавайри, обитал на островах, где практически не водятся хищники. Это сыграло с одним из его видов злую шутку. Пастушковые – семейство белогорлых птиц размером с курицу, обитающих на Мадагаскаре и островах в Индийском океане. Они постоянно колонизируют изолированные острова в океане. Однако хоть такие острова и свободны от хищников, они очень часто становятся жертвой стихийных бедствий. Не умеющие летать птицы быстро погибают в результате этих явлений. Один из видов пастушковых имел способность летать, что и позволило ему переселиться на атолл Альдабра, входящий в Сейшельские острова. Обосновавшись там, птица эволюционировала так, что потеряла способность летать. Однако 136 тысяч лет назад атолл полностью покрыло море после наводнения и образовавшийся там вид исчез с лица земли. Новое исследование, проведенное учеными Портсмутского университета и Музея естественной истории, показало, что примерно 100 тысяч лет назад Кювьеров-пастушок снова появился на этом же атолле, который к тому времени уже всплыл обратно. Более того, после своего воскрешения вид так и не вымер и существует до сих пор. Это удалось сделать с помощью анализа останков костей, найденных в ходе раскопок на атолле. Исследователи сравнили образцы костей, обитающих на атолле птиц до его затопления и после. Кости были идентичны друг другу и принадлежали одному и тому же виду – кювьерову пастушку, эндемику атолла Альдабра. Эти уникальные окаменелости дают неопровержимые доказательства того, что член семейства пастушковых дважды колонизировал атолл. Он прилетел, скорее всего, с Мадагаскара и каждый раз, прилетая на атолл, терял способность к полету, превращаясь в другой вид. «Ископаемые свидетельства, которые мы представили, уникальны для этих птиц и олицетворяют их способность успешно колонизировать изолированные острова и довольно быстро терять способность к полету в результате итеративной эволюции», – говорит доктор Джулиан Хьюн, ведущий и автор исследования, научный сотрудник Музея естественной истории.